Много веков Франция и Италия борются за модное господство. Мода на пути своего развития претерпевала серьезные изменения. Правда, первоначально слово «мода» означало немного другое, хотя немного и похожее на то, что мы сегодня с вами подразумеваем. Сам термин «мода» произошел от латинского слова «modus» – мера, норма, образ, способ, правило. И эта мода повелевала различным слоям общества одеваться в определенные ткани, фасоны, цвета. Во время становления моды как закона об одежде Людовик XIV, король солнца, ввел указ об обязательной смене сезонной одежды, а также было запрещено людям недворянского происхождения носить одежду ярких цветов, которую так любила аристократия. Отношение к привилегиям в моде служило своеобразным билетом в высший свет. И Франция, и Италия сделали многое для того, чтобы мы сегодня с вами спокойно могли сходить в магазин одежды и купить себе трендовое платье, а также заставили нас мечтать о сумочке Chanel, Gucci, Prado, каждому свое. Для того, чтобы разобраться, откуда растут ноги у моды, предлагаю вам посмотреть видео «Зачем придумали моду?» Ссылку оставлю в описании. А я продолжу рассказывать об итальянской моде, и мы с вами волшебным прыжком перескочим из XVI века в XXI. Надеюсь, вы не против. Джулия Эф. Всем привет, с вами Юля, я дизайнер бренда Джулия Эф, и в ближайшие минуты мы с вами окунемся в итальянскую атмосферу, попробуем проникнуться средиземноморской энергетикой, порелаксировать и порефлексировать. Как говорит одна известная поговорка, говори по-английски, целуй по-французски, вводи по-немецки и одевайся по-итальянски. Итальянский стиль восходит к очень богатой истории моды, как классической, так и недавней. Итальянские женщины очень похожи на француженок в плане моды, так как обе разделяют врожденное чувство стиля и внимание к деталям, которые всегда привлекают наше внимание. Тем не менее, итальянский стиль отличается от французского в пользу самовыражения и экспериментов. Но в целом, что делает этот стиль таким знаковым, так это использование аксессуаров в качестве основной части всего наряда, что придает им привилегированное место в образе. Не случайно многие из самых популярных модных брендов родились в Италии, такие как Муччи, Версачи, Прада, Фенди, Валентина и многие другие. Перед тем, как продолжить просмотр, давайте с вами представим и опишем вид итальянской девушки, который первый приходит на ум. Свои мысли напишите в комментариях, будет интересно посмотреть, схожи ли наши мнения, навязанные кино, книгами и модными клише. Например, когда я говорю итальянка, сразу представляю девушку с густыми темными волосами, с большими темными глазами, широко открытыми, в белом платье в горошек с летящей юбкой или же в черном платье по фигуре, красная помада, солнцезащитные очки с популярным лейблом на дужке, волосы собранные, талия подчеркнутая. Если вы во время этой болтовни видели какие-либо картинки, значит, мне удалось найти фото примеры моей итальянской визуализации. Так, теперь серьезно. Как выглядят итальянки и что такое стиль по-итальянски? Тут важно сделать небольшое отступление касательно географии. В разных регионах предпочтения немного отличаются, хотя костяк общий, а также есть небольшие возрастные отличия. Так, например, девушкам от 20 до 35 присущ стиль кейжуал, от 35 до 50 более элегантный кейжуал, а более 50 лет дорого и со вкусом. В Италии, как и во Франции, женщина на пенсии никогда не превращается в бабушку в классическом понимании. Она остается женщиной и никогда не перестает заботиться о том, как она выглядит. Вечерами итальянские террасы заполняются не только молодыми, весело щебечащими итальянками, но и почтенными матронами в возрасте 70, 80, 90 лет. Они вальяжно пьют вино, накручивают пасту на вилку в каком-нибудь дорогом ресторане в окружении подобных себе подруг со своими мужьями, либо в одиночестве. У них пышные прически, алые губы, идеальный маникюр. В рекламных компаниях эти образы нередко воспевают дизайнеры Доменика Дольче и Стефана Габбана. Почтенные пожилые итальянки сидят в окружении своих молодых внуков и внучек, обмахиваются веером и по-королевски взирают на происходящее. И первым признаком итальянского стиля смело можно назвать элегантность. Элегантность независимо от средства передвижения, места работы, времени года и даже возраста. Второй признак – каждый день особый случай. Если вы понаблюдаете за итальянской девушкой, то вы увидите, что в повседневной жизни она носит дорогие вещи. Не нужно ждать особых случаев. В каждый день это экстраординарное обстоятельство, и итальянки просто не боятся носить то, что любят. Их секрет заключается в их страсти всегда одеваться шикарно и элегантно, независимо от случая. Итальянские женщины знают, что несколько отличных вещей стоят тысячи дешевых подделок. Любители роскоши итальянцы одеваются, чтобы произвести впечатление. Поэтому выбирайте роскошные ткани и роскошные фасоны, чтобы выглядеть соответствующе. Третий признак стиля по-итальянски – аксессуары. На аксессуарах и обуви итальянцы не экономят. В Италии знаменитые на весь мир логотипы мелькают то на дужках очков, то на сумках и платках. Четвертый признак – солнцезащитные очки. Хочу выделить этот аксессуар отдельно, как отдельный отличительный знак итальянок. Итальянки буквально возвели их на самое почетное место модного пьедестала. У настоящей модницы темные очки должны быть дизайнерскими, чтобы отражать солнечные лучи со стилем. Хотя они носят их постоянно, даже и в дождь, и ночью. Чем этот аксессуар и заслуживает отдельное место в стиле по-итальянски. Пятый признак – качество превыше всего. Не зря говорят – сделано в Италии в моде синоним эксклюзивности. Смело можно сказать, что итальянцы и мужчины, и женщины инвестируют в очки, бижутерию, шелковые платки, качественную обувь и брендовые сумки. Сумки тут, кстати, тоже можно выделить отдельным пунктом, так как итальянки любят именно дизайнерские сумки. И если тут сравнивать их с француженками, то по статистике чаще всего для того, чтобы узнать бренд той или иной сумки у француженки, нужно вывернуть изнанку и прочитать, что же там написано внутри. Тогда как сумки итальянок уже издалека кричат нам названиями именитых брендов, о чем нам могут сказать популярные модели или логотипы, полностью или частично покрывающие аксессуар. На моем канале есть обзоры о моде по-французски в двух частях, ссылки на эти видео вы найдете в описании для вашего удобства, а также там будут тайм-коды по содержанию этого видео. Итальянки обожают качественные и натуральные ткани. Блузки из натуральных тканей легко мнутся, но девушки не приходят от этого в ужас. Наоборот, естественные заломы, например, на дорогой льняной материи считаются высшим шиком. Кашемир жительницы этой страны просто обожают. У каждой девушки или женщины в гардеробе найдется хотя бы пара-тройка вещей из кашемира. Свитер, кардиган. Итальянки с большей вероятностью купят классический свитер в нейтральных тонах из кашемира вместо 40 свитеров из полиэстера брендов быстрой моды. Вообще гардероб итальянки выглядит так, что его можно смело передавать по наследству. И так как итальянцы относятся к своим вещам в шкафах как к инвестициям, это означает, что они заботятся об этих вещах соответствующим образом. Если нету пуговиц, разорваны швы, не работают молнии, они это очень быстро исправляют. Ни что иное, как безупречное, неприемлемо. Шестой признак – льстить себе. Возможно, из-за того, что итальянцев считают законодателями моды в принципе, сами они очень спокойно относятся к трендам и не скупают их как бешеное, чтобы быть модными. Они давно выбрали совсем другой путь и транслируют его нам своей уличной модой. Итальянские женщины любят хвастаться своим телом, но это не всегда означает, что у них меньше одежды. Идите по итальянскому пути и выбирайте одежду, которая льстит вашей фигуре независимо от формы тела. Если вам не идут джинсы клеш по вашему типу телосложения, хотя они сейчас находятся в тренде, не покупайте их. Вы будете больше выглядеть смешно и нелепо, нежели трендово. Лучше присмотритесь к модели, которая вам безоговорочно идет и более того подчеркнет ваши достоинства. Секрет в том, чтобы всегда носить ту одежду, которая кажется создана для вас. Седьмой признак – не сильно оголяться. Несмотря на то, что итальянские женщины любят демонстрировать форму своего тела, например, носят юбки-карандаш или облегающее платье, они никогда не показывают слишком много. Это большой секрет, почему итальянские женщины всегда выглядят стильно, а не вульгарно. Не оголяйте слишком много. Помните, итальянские мужчины, как известно, ревнивы. Восьмой признак – кружевное белье. Если вы хотите попробовать на себе итальянский стиль, начните с качественного кружевного нижнего белья. Это означает инвестировать в соответствующее плюс качественное изделие. Выглядеть хорошо зависит от того, насколько хорошо вы себя чувствуете. Важно обращать внимание на то, чтобы ваше нижнее белье подходило друг другу вверх к низу. И никаких дырявых трусиков. Вот напишите в комментариях, кто чувствует себя гораздо лучше, когда носит качественное и красивое нижнее белье. Хороший совет по этому поводу – избегать яркого нижнего белья. И уж точно никаких ромашек, телепузиков и микки-маусов на трусиках. Элегантная итальянка остается элегантной итальянкой даже вечером в спальне, когда снимает с себя элегантный наряд. Ведь на ней невероятной красоты кружевное белье. Девятый признак – акцент на глаза и красная помада. Отличительной чертой итальянок в макияже – это любовь к красной помаде и акцент на глазах темно-коричневыми тенями. И, смею заметить, эти моменты бесспорно идут знойным красоткам в Средиземноморье. И неважно, сколько им лет. И десятый признак – не бояться быть ярким. Несмотря на то, что итальянцы хорошо известны своей классикой и вневременной одеждой, а на улицах Италии часто можно наблюдать итальянских женщин в нейтральных тонах, с чистым кроем, минимальным количеством аксессуаров и удобной элегантной обувью, все же при сравнении с теми же француженками, итальянкам свойственны эксперименты. В ярких цветах, необычных принтах, даже если на них одежда нейтральных тонов, они могут разбавить образ яркой бижутерии или широким поясом или смелыми ювелирными украшениями. Правда, то, на что я обратила свое личное внимание – это выбор лейблов в таких смелых вариациях. Если на итальянке какой-то пестрый принт, то, скорее всего, это что-то на уровне Версачи, нежели Зара. Если пестрая сумка, то что-то на уровне Гуччи. Знаете, в такие моменты я вспоминаю начало этого видео, где я говорила, для чего первоначально была создана мода, что мода – это был своеобразный закон об одежде, который запрещал недворянам носить яркую одежду, которую так любила аристократия. Безусловно, прошли столетия, было огромное количество революций, которые повлияли на одежду и сегодняшнюю моду, но такое ощущение, что отголоски прошлого слышны до сих пор. Всегда было, есть и будет материальное различие между людьми, территориальное и вытекающее различие менталитетов. Но то, что итальянцы более высокого уровня достатка, нежели большинство жителей стран СНГ, говорят нам бренды их одежды. Если на итальянке рубашка в ярком розовом цвете, хлопковая, классическая и так далее, то все равно это, скорее всего, не лейбл быстрой моды типа Зара. Вероятнее, это Валентина и их брендовый цвет Валентина Pink PP. То есть, другими словами, если ты хочешь что-то дикое или яркое, непременно покупай только брендовое и дорогое. Я не буду сейчас биться в грудь и доказывать стопроцентную вероятность моих слов, но что-то мне подсказывает, что именно так дела и обстоят. И тот факт, что Италия стояла у истоков создания моды и непрерывно вносила в нее свою лепту, мы можем наблюдать с вами историческое явление. Любовь к роскоши в средневековье, перешедшая по наследству в сегодняшние дни. Аристократы скрыто, но все еще существует, их можно распознать по лейблу на яркой вещи. Что скажете на это? Вообще, я обожаю изучать такие темы, анализировать, и тогда все становится более понятным, что ли. На этом обзор итальянских особенностей в стиле подходит к концу. Пишите в комментариях, согласны ли вы с моими словами. Возможно, я какие-то пункты упустила, пропустила. А особенно мне будет интересно почитать ваши мысли на тему моего последнего рассуждения. Всем хорошего настроения и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok